Здравствуйте! Хочу поднять острую для всех тему дистанционного режима обучения, который создает социальное напряжение. Что означает этот термин? Открываем нормативные акты Министерства образования Российской Федерации. Читаем, узнаем, что при дистанционном режиме учитель не снимает с себя обязанности преподавателя, составляет расписание занятий, проводит онлайн-конференции с учениками, записывает и размещает на интернет-ресурсах объяснение нового материала. Что получается на деле? Завуч нашей школы, а также сотрудник горячей линии методической поддержки учителей и родителей пояснили мне. Каждая школа выбирает самостоятельно режим обучения. В частности, в нашей школе выдали подписать заявление не о дистанционном обучении, а о электронном обучении. Это когда вместо онлайн-занятий родители на электронную почту получают задания от учителей скачать презентации, прочитать их, выполнить классную работу и домашнее задание, сфотографировать, прислать на проверку и оценку. Ребенок начальной школы самостоятельно открыть необходимый ресурс, скачать презентации, изучить новую тему, понять без пояснения преподавателя, выполнить задания, сделать классную работу и домашнее задание не может. Считаю такую нагрузку чрезмерной для детей начальной школы, а также родителей, находящихся на удаленной работе. Тем самым семья подвергается многократной нагрузке в режиме самоизоляции. Многие работают удаленно, кто-то из родителей потерял доход. Мы вынуждены находиться в замкнутом пространстве и при этом заменить функцию учителей и школы. Школа выступает здесь как генератор отчетов и оценок, ведь освоением школьного материала заняты родители. Все мы понимаем, что скинуть ссылки проще, чем подготовить и провести качественный видеоурок и профессионально объяснить ребенку новую тему. Меня убеждали, что подобное решение продиктовано слабым техническим отношением как школ, так и учеников. Хочу напомнить все мудрые слова Сократа. Тот, кто хочет, ищет возможности. Тот, кто не хочет, ищет причины. Лично мы столкнулись именно с этим проявлением. Мы готовы были оказать свою помощь нашему классу, купить веб-камеру и настроить доступ к классному руководителю для видеоконференции с учениками. Завучно проявление данной инициативы ответили. Готовы ли мы купить веб-камеры для всей школы и настроить конференции для всех учеников? Либо все, либо никто. В том числе, неудовлетворительная организация дистанционного обучения проявляется и в том, что многие учебные платформы не справляются с нагрузкой. Понимаю, что для каждой сферы деятельности сложное время, особенно нагрузка на сферу здравоохранения. Сегодняшний реальный заставляет всех и каждого выходить на другой, более высокий, продвинутый уровень. В том числе, это нужно сделать и школа. Уважая конституционное право родителей обеспечивать получение детьми основного общего образования, обращаясь в просьбе ко всем преподавателям. Дорогие наши учителя, прошу вас встать в строй вместе с нами, с теми, на ком лежит обязанность поднимать экономику России. Проводите учебные онлайн-занятия, вебинары в соответствии с приложением, методическими рекомендациями, где проводится, например, организация урока в режиме видеоконференц-связи с использованием платформы Skype либо каких-либо других альтернативных. Ведь каждому ученику необходима ваша помощь и вербальное общение с учителем. Выходите на уровень реального дистанционного обучения детей. Это не только ваша обязанность, это почетная миссия. Если не вы, то кто должен учить учеников сегодня? Если действительно дела обстоят так, что нет ни технической возможности, и вы не можете проявить свои компетенции, а также активную гражданскую позицию, у меня есть и другое предложение. Подпишите петицию о досрочном завершении учебного 2020 года.